Флаг Российской Федерации внести. Особенная дата и главный праздник, 76 лет, исполнилась со дня образования Уссурийского Суворовского училища. Дата хоть и не круглая, но знаменательная, а значит и отметить нужно с размахом. И поздравить всех, кто вносит свой вклад в развитие военного заведения. Мы здесь собрались в ответе за жизнь, твою и мою. А поздравляют в первую очередь тех, кто вкладывает свою душу в образование мальчишек-кадетов. Конечно же, учителя, день образования училища и их праздник тоже. Мария Лаврентьевна Кириенко отдала суворовцам более 40 лет своей жизни. Пришла сюда молодой девчушкой, а теперь встречает и поздравляет сразу несколько поколений своих выпускников. Когда они говорят, здравствуйте, Мария Лаврентьевна, я говорю, здравствуйте, и говорю, вторая рота, первый взвод такой-то. Они помнят, я говорю, не всех, но очень многих помнят. Это моя жизнь, это моя судьба, и я очень счастливый человек и учитель. Уссурийское суворовское училище – то место, где куется щит нашей Родины. Тут воспитывают настоящих мужчин, а те, в свою очередь, готовы выражать свою бесконечную благодарность всему составу. В этот праздничный день на встречу со своей альма-матер пришли выпускники разных лет. Теперь годы обучения вспоминают с трепетом. Меня училище научило мужской закалки, знания. Здесь очень дают хорошие знания. Потом научило просто быть очень хорошим человеком. Командиру это научил человеческим хорошим очень чертам характера. В общем, это училище дает на самом деле очень много, нежели гражданская жизнь. За всю историю существования учебное заведение выпустило более 13 тысяч суворовцев. Из них 247 с золотой медалью. Многие посвятили себя военной службе. 30 воспитанников стали генералами. Теперь в училище подрастает новое поколение, готовое к защите своей Родины. Как говорил Александр Васильевич Суворовец, дисциплина «Мать Победа». Наш товарищ майор Винник участвовал во второй чеченской кампании. Он рассказывал, что главное качество военного – это очень хорошая дисциплина. Ведь без нее никуда. Тут учат не только дисциплине и не только стоять в строю. Настоящий мужчина должен быть развит во всех областях. Главное правило Суворовского училища – воспитать достойного сына своего отечества. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс.